Здесь в статье написано, что нет никаких новых душ в нашем мире, а только определенное количество душ, которые вновь приходят и проходят в кругоборот. Но мы видим, что количество людей все больше увеличивается. Мы говорили о том, что так как эгоистическое желание растет в каждом, в каждой душе, и для того, чтобы было легче это исправлять, души делятся количественно. Каждое делится еще на несколько. Да? А что именно делится? Большое желание делится на меньшее, таким образом, когда они могут выполнить какое-то действие и объединиться вновь. Как он, Баласулам, пишет притчу о царском богатстве, которую он хотел перевести из государства в государство. Все были ворами его слуги, такими как ты, и поэтому каждому он дал по грошику. Когда не стоило никому быть вором, потому что если бы он тебе дал целое богатство перевести в это государство, ты бы куда-то убежал и зажил бы хорошо с этим богатством. А он дает тебе только такую вещь, с которой нечего убегать, не стоит, невыгодно. Лучше выполнить то, что он просит. Поэтому ты переносишь свою часть, и каждый переносит свою часть, и у царя оказывается это богатство в другом месте. Ну, ты можешь спросить, и что с того? Что с того, что мы перенесли то, что соответствует нашему желанию? Ведь каждый из нас остался вором. Допустим, я перенес всего 100 шекелей вместо миллиона долларов, которые мог бы перенести. Так или нет? Так в чем же польза, да? У царя есть польза, он перенес свое богатство с места на место. А тебе какая польза? Так вот, тебе дают понимание того, что ты делаешь эту работу вместе с другими, в объединении с другими. Когда ты несешь свои 100, и он 100, и тот 100, и вы таким образом выполняете общую работу, в общем желании. Во взаимном желании, взаимовключении, как единый человек с одним сердцем. Когда вы помогаете друг другу в этом, и объединяете своих желаниях во всей мощи этого заряда, который вы несете. Получается, что не одно большое желание с миллионом долларов, которое оно может перенести. А у каждого частного желания есть большое желание, миллион долларов. И он уже может их перенести, потому что все остальные поддерживают его в этом. Так что тут есть умножение сотворенного желания, которое множится на количество поделенных частей.